Здравствуйте! Это 319 эпизод студенческой миграции в Австралию. Он будет достаточно небольшим. Здесь я бы хотел предложить вам наших друзей, потенциальных, может быть, партнеров по студенческой миграции в Австралию. С Натальей у нас был достаточно долгий разговор, в общем, наверное, около полутора часов. Человек в меру амбициозный, очень интересный, талантливый, скажем так. Весьма корректный, умеющий не только говорить, но и слушать. И этот человек Наталья и ее компания, они работают в регионе Дальнего Востока, точнее, в Хабаровском крае, в городе Благовещенск. И, видимо, в течение нескольких недель Наталья изучала, как я работаю, что я даю людям. Я очень рад, что ей понравилась наша работа. Вообще проект РАМЗЭС и сама система, как это работает, доверительное отношение между участниками этого проекта, включая и образовательные учреждения, и самих студентов, и меня, и моих друзей, которые только чисто из-за того, что это мои друзья, таким образом мы влечены в эту деятельность, работодатели и так далее. Мы попытались найти точки соприкосновения с ее компанией. Компания интересная, достаточно молодая и перспективная. То, что планирует делать компания Натальи, это SWT. Ну, в принципе, вы увидите контактные детали. И я не хотел бы особенно много давать информацию об этой компании по той простой причине, что у вас есть контактный телефон, веб-сайт, у вас есть электронный адрес этой компании. Вы можете, в общем-то, обсудить условия своей работы с этими людьми, в том числе и с руководителем Натальи. Направления деятельности компании, они достаточно интересные. Во-первых, это подготовка документов для тех, кто будет в рамках проекта РАМЗС ехать сюда. Сразу оговоримся, что в действительности это будут дополнительные расходы. Но не забывайте, что дополнительные расходы все равно вам приходится нести, потому что компания занимается переводом и нотариальным заверением документов. Это можно делать дистанционно, таким образом, в общем-то, без этих затрат обойтись нельзя. И компания SWT, она, в общем-то, делает свое дело качественно, быстро и адаптирована именно под клиента, каждого, под его нужды. Компания работает не только с Австралией, компания работает и с Канадой, и с Соединенными Штатами. То есть, таким образом, кто интересуется обучением, иммиграцией, открытием бизнеса и других вещей в Канаде и в США, могут напрямую туда обращаться и, скажем так, получить достаточно квалифицированную помощь. По крайней мере, компания явно выгодно отличается от всяких зазывал типа Росперсонала и не заключает умопомрачающие контракты с очень кругленькими суммами. Очень интересное направление деятельности, кроме перевода нотариально заверенного и работы с другими странами, очень интересная деятельность – это организация обучения английскому языку, адаптированная под образование в Австралии. Пока что, в действительности, единицы делают это на территории России и Украины. Это ребята, которые буквально в течение последнего года сделали такой шаг. С одной стороны, в действительности, такая узкая специализация, она сужает круг потенциальных клиентов, с другой стороны, делает этих людей, этих преподавателей, эксклюзивными. В общем-то, я не знаю, на какой стадии сейчас находится компания в плане целенаправленной подготовки будущих студентов к обучению в Австралии, насколько они специфичны на данный момент и эксклюзивны. Но это придется временем, и те материалы, которые я буду посылать, я буду посылать в том числе и для компании этой из Благовещенска. Надеюсь, что это даст нам возможность перенаправить большой поток наших студентов из других стран на Австралию. Я более чем уверен, что в действительности регион Хабаровска, регион Дальнего Востока, вообще вся восточная часть бывшего Советского Союза, она более ориентирована именно на Австралию. Поэтому сам Бог, как говорится, велел нам работать в этом направлении. Мы отрабатываем в данный момент условия нашей работы, деятельности. Безусловно, любой студент, который будет подаваться, будет иметь со мной прямой контакт и будет иметь прямой контакт с учебным заведением. Поэтому здесь условия достаточно жесткие, но, в общем-то, к этим условиям готова была и эта компания из Благовещенска. Вот, как говорится, не первый день и не знают, как работает проект Рамзес. Я думаю, что это будет взаимовыгодное сотрудничество. Как говорится, поживем, увидим. Со своей стороны, если есть такая возможность помочь людям, которые занимаются своим делом честно, это великое дело, и мы будем этой компании помогать в плане контакт-маркетинга и доведения до человеческих душ деятельности этой компании. С другой стороны, поймите правильно, эта компания молодая, она достаточно амбициозная, у них есть замечательная наработка, хотя, конечно, и под крышей Students International, но они открыли центр сдачи экзамена IELTS. Для многих это очень важно. Те, кто едут в университетский сектор, они, в общем-то, могут делать все сами, но с помощью этой компании подготавливать документы на университет, затем сдавать, естественно, тест IELTS, и вот это вот все в сумме, конечно, будет очень выгодно людям и интересно. То есть не надо ехать во Владивосток или в Новосибирск, или даже в Хабаровск на сдачу теста, можно сдавать тест прямо в Благовещенске. Так что в этом плане уж в действительности я вам рекомендую этих ребят. С другой стороны, конечно, мне не хотелось бы, чтобы Наталья и ее компания работали под крышей какого-нибудь крупного образовательного агентства, потому что в этом случае они вольно или невольно становятся конкурентами и неприятелем, скажем так, проекта «Рамзес», и очень бы не хотелось видеть таких, в общем-то, интересных, по-своему, замечательных людей в другом лагере. Поэтому я думаю, что мы найдем точки соприкосновения, уж по крайней мере, для того, чтобы люди подготавливали свои документы в компании SWT, чтобы они готовили английский язык свой, то есть учились, издавали тест IELTS. Там я буду только рад. Соответственно, если компания будет работать с университетами иными, чем университет Центрального Квинсленда, я окажу любую помощь этим людям. Опять-таки, интересно направление на туристическую деятельность. Хабаровск, он, в общем-то, как опять должен повторить, Хабаровский край и, в частности, Благовещенск, они ориентированы чисто географически на Австралию, поэтому достаточно много туристов ездит в Австралию, Новую Зеландию, из этого региона, поэтому совершенно безвозмездно, чисто потому, что я ценю людей неординарных и желающих работать, желающих помогать своим клиентам, не просто с них снимать три шкуры. Будет все сделано для того, чтобы туристы, которые будут ехать с этой компанией в Австралию, по крайней мере, всегда имели хелплайн, то есть всегда у них будет мой телефон, если им нужен будет какой-то совет и поддержка, они будут обращаться ко мне. Это достаточно большое дело, и я готов помочь своим друзьям, чтобы их клиенты не чувствовали себя одиноко в Австралии. Опять-таки, компания, небольшая компания, очень экономная компания, не способна содержать большой штат сотрудников в Австралии и вешать эти расходы на ваши плечи, они не готовы вас обирать, скажем так, и поэтому, естественно, у них нет возможности оплачивать огромное количество людей, которые бы работали на них в Австралии. Я могу это делать бесплатно, совершенно чисто подружески, и, соответственно, это будет их соревновательное преимущество. И в конечном счете, можно сказать, что я думаю, что в настоящий момент это уже знак качества, когда человек работает в партнерских отношениях тех или иных или хотя бы чисто дружеских с проектом Рамзес. Так что рекомендую, и на этом видеоролике, я думаю, в тайтл, в этих скрин роли вы увидите данные и телефон, и адрес электронной почты, и, соответственно, вы можете увидеть и сам веб-сайт. Добро пожаловать! И если это сделает хороших людей успешнее и богаче, а всех студентов, туристов, скажем так, не сильно напряжет и при этом даст возможность увидеть Австралию во всей ее красе, я буду только рад. Большое спасибо!